Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Сегодня я вам расскажу, как в домашних условиях можно приготовить самостоятельно и даже ничего особо не покупая, такой препарат, как Байкал М1, Восток и им подобные. Вот если честно, я даже не могу вам бутылку показать этого препарата, потому что я им уже лет 5-6 точно не пользуюсь. Но все-таки остается довольно много любителей этого препарата, и я, конечно, им посоветую, вместо того, чтобы покупать этот Байкал, все можно сделать самостоятельно. В основе препарата Байкал лежат дрожжи, а также молочно-кислые бактерии, точно такие же, которыми силосуют в колхозах, в хозяйствах травяную массу для приготовления кормов для животных, ну, силос. Я думаю, что все, кто при сельском хозяйстве, все эти слова знают, что такое силос. И вот эти самые бактерии, в том числе, находятся вокруг нас и окружают нас очень широко. Легче всего найти таких бактерий в самой обыкновенной квашеной капусте. А расти они будут очень хорошо в элементарном картофельном отваре. Таким образом, что приготовить препарат Байкал М1 только уже в 100 раз лучше, потому что там в основе будет не какая-то там промышленная среда, а будет картофельный отвар. Надо взять 200 грамм картофеля, а также можно взять очистки от картофеля и просто 20-30 минут поварить в воде. Можно подсаливать, можно не подсаливать. Это все замечательно вырастет и в присутствии соли. Ну, если картофельные очистки, то не солите. А если картошечка на пюре, то, конечно, можно подсолить, чтобы сразу было вкусно. Сливаете отвар в чистую посуду, охлажденный, ну не холодный, а просто до комнатной температуры. И берете самый обыкновенный рассол квашеной капусты. Но вы можете взять и Байкал М1, сам препарат. Взять столовую ложку на литр картофельного отвара и забулькнуть туда. А можете взять еще лучше, мне гораздо больше нравится, рассол квашеной капусты. И добавить рассол квашеной капусты. Ну, 2-3 столовые ложечки, от 1 до 3 столовых ложек на литр картофельного отвара. Ну, рассол же свой, что его экономить? Булькнул туда и все замечательно. И оставляете этот картофельный отвар, закрываете крышкой, но чуть-чуть оставьте приоткрытым. Потому что могут выделяться газики, ну, чуть-чуть щелочка должна быть. Оставьте это в теплом месте на 2-3, можно там до недели. У вас появится приятный, такой кисловатый, даже квасной запах. Вот то, что не должно быть, это неприятного какого-то вонючего запаха. А приятный запах появится и будет означать, что ваш препарат готов. Берете полстакана этого домашнего Байкала, булькаете в ведро воды и проводите опрыскивание, поливы, растения, заселение компостов, заселение зеленой бродиловки. И используете для всех тех самых целей, для которых вы используете Байкал, М1, Восток и подобного рода препараты. Хотя я, конечно, пользуюсь настоящими эффективными микроорганизмами, которых очень много рассказываю. Но если вам он нравится, то вы вполне можете сэкономить, приготовив его в домашних условиях вот таким самым-самым простым способом. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи.